Маленькая Спарта – большие мечты маленькой страны. Муртада Ашазли. Ноанпост, Египет. 23 июня 2018 года. Маленькая Спарта – это термин, который отставной генерал и нынешний министр обороны США Джеймс Мэттис использовал в отношении маленького города, играющего большую роль после того, как наследный принц О.А.М. Мухаммед бен Заид стал властвовать в регионе и даже повлиял на избрание Мухаммеда бен Салмана в качестве наследного принца Саудовской Аравии. Мэттис не единственный военный деятель, который привел лестное сравнение между О.А. и Спартой – древнегреческим городом, известным мощью своей армии несмотря на ее немногочисленность одержавшим победу над персами. Такое же сравнение привел эмиратский писатель и режиссер Мансур Ябхуни, снявший одноименный фильм. В отличие от искаженной версии, представленной в данном эмиратском фильме, о том, какую роль играет О.А.М. в международных миротворческих операциях и в сфере гуманитарной помощи, это ранее мирное, сосредоточенное на торговле, государство начало строить планы по военной оккупации и расширению влияния за пределами своих границ, что отражает реальную роль бен Заида в регионе и прагматизм возглавляемого им государства. О.А.М. откусывает больше, чем могут проживать в эпоху Мухаммеда бен Заида. О.А.М. больше не сосредоточены на сфере торговли, решив более активно вмешиваться в дело государств арабского мира. Благодаря притоку нефтедолларов маленькая страна с населением около 7 миллионов человек, из которых только миллион, коренные жители, стала третьим по величине импортером оружия в мире, наняла сотни наемников и даже говорит о колонизации Марса. Роль О.А.М. в регионе постепенно растет. Страна придерживается истребиного подхода к катарскому кризису, который предоставил Мухаммеду бен Заиду хорошую возможность ослабить влияние Катары и устранить его в качестве крупнейшего конкурента Эмиратов. Так, бен Заид выступил в роли одного из истребов и зачинщиков этого кризиса, предприняв попытку дискредитировать имидж Катары на международной арене и ограничить его региональное влияние, и обвинив с этой целью в финансировании терроризма. Характер роли О.А.Э., выходящий за пределы размеров страны, проявился в еще большей степени на фоне политического землетрясения, которое произошло в Саудовской Аравии после того, как Мухаммед бен Салман лишил своего двоюродного брата Мухаммеда бен Наифа статуса наследного принца и теперь готов наброситься на трон своего отца. Это подтверждает газета «Дели Бист», «Дайл Эбяст», опубликовавшая документы, просочившиеся в прессу в результате взлома электронной почты посла О.А.Э. в Вашингтоне Усефа А.Ля Тайбы. Эти документы раскрывают множество деталей по данному вопросу. С самого начала Мухаммед бен Заид понял, что лучший способ добиться благосклонности Соединенных Штатов — непосредственное сближение с израильским образованием, и он превзошел в этом другие страны САКПС. Конкуренция между Саудовской Аравией и О.А.Э. вокруг этого вопроса стала очевидной по мере того, как последние установили обширные контакты с Тель-Авивом и выдвинули несколько предложений с целью полной нормализации двусторонних отношений. В соответствии с видением бен Заида О.А.Э. пытаются увеличить свое геополитическое влияние, по сравнению с другими странами Персидского залива. Это касается даже ближайших союзников, а именно Саудовской Аравией, что грозит конкуренцией между Мухаммедом бен Заидом и Мухаммедом бен Салманом на следующем этапе с целью добиться американской благосклонности, с одной стороны, и получить возможность контролировать ситуацию в Емине, с другой. Мечты о маленькой спарте начинаются с имена после начала конфликта в Емине. Политические и военные события в Южном регионе, привлекшие беспрецедентное внимание со стороны Эмиратов, развивались таким образом, что это маленькое государство Персидского залива обрело черты колониальной силы, пожиные плоды и того, что посеяли члены коалиции и другие странно-союзники. О.А.Э. стремятся играть в регионе и в мире в целом такую роль, которая бы соответствовала экономическому влиянию этой страны и в то же время превосходила ее географические размеры. Она хочет реализовать мечты о маленькой спарте и усилить свой контроль над стратегическим БАП-Эльмандепским проливом, который представляет собой ворота, через которые проходит 12% мировой торговли. Один за другим О.А.Э. устанавливают контроль над крупными региональными портами, начиная с порта в Адине, который представляет собой наибольший интерес для Эмиратов по причине своего стратегического положения. Власти О.А.Э. видят в нем явную угрозу для логистических городов и считают главным конкурентом эмиратских портов Джебеляли и Рашид. Вооруженные силы О.А.Э. создали военную базу на острове Маюн, или Перим в южном имени у северного входа в БАП-Эльмандепский пролив, не получив разрешения на это у владельцев земли. Тем самым они воспользовались стратегическим положением острова, которое становилось причиной вторжений со стороны португальцев с начала 16 века. Амбиции О.А.Э. этим не ограничились, а распространились на ряд других стратегических объектов на побережье имена. В первую очередь это касается Георода Дубаб, расположенного недалеко от БАП-Эльмандепского пролива, который превратился в эмиратскую военную базу, находящуюся под их полным контролем. Также в военную базу О.А.Э. превратился порт Моха в западном имени. Еминцам запрещено там находиться, полностью ставшей их владением, где расположены эмиратские военные корабли и техника. На острове Сокотра, по данным местных источников, со стороны О.А.Э. разворачивается процесс оккупации. Так, сообщается, что в среду эмиратские вооруженные силы неожиданно прибыли на остров без согласования с еменской стороной, что совпало с визитом на остров главы правительства Ахмеда Убейда Бендагры и ряда министров несколько дней назад. О.А.Э. также присутствует в Йеменской провинции Абьян, где базируется подразделение для борьбы с терроризмом, а также контролирует порт Эль-Бурайка, который является основным пунктом транспортировки материально-технических ресурсов, включая оружие и гуманитарную помощь. За политической повесткой дня скрывается стремление подорвать власть государственных учреждений в Йемене. В провинции Эль-Махра на востоке имена О.А.Э. продолжают расширять свое влияние на границы с Аманом. Участие эмиратов в деятельности Красного полумесяца было своего рода прикрытием для продвижения в провинции в военном отношении в сфере безопасности. О.А.Э. представилась возможность вернуть силы и то, что они утратили ранее. В частности, эмираты захватили порты Эш-Шихор, Бальхов, Дубаб и Моха. Таким образом, правительство Абу-Даби управляет йеменскими портами не только в сфере торговли, но и в военном отношении, и масштаб его военного вмешательства превосходит экономические амбиции страны. Исключение составляет порт Хадейда, крупнейший порт в Йемене. О.А.Э. объявляют портовую войну в Красном море ввиду быстрого расширения военного присутствия Абу-Даби не может ограничиться одним йеменом. Так, амбиции О.А.Э. распространяются на район вокруг Баб-Эль-Мандепского пролива при тесной координации с союзниками, свидетельством чего являются материально-технические военные базы эмиратов в Эритрея, Джабути и Сомали. Расширение влияния О.А.Э. начинается с порта Джабеляли в Дубае, крупнейшего порта на Ближнем Востоке, простирающегося вдоль всей южной части Аравийского полуострова до африканского рога Эритрея, где солдаты О.А.Э. и их истребители Мираж участвуют в войне в Йемене, и дальше Далимасолы и Бенгази в Средиземноморье. В Эритреи О.А.Э. создали первую военную базу за пределами своей территории, она находится в районе порта Эссе, который сегодня представляет собой современную воздушную базу, глубоководный порт и военный учебный центр. В 2014 году президент Джабути Исмаила Маргели отменил договор, позволявший О.А.Э. инвестировать средства в контейнерный терминал в Дарале, обвинив эмиратскую сторону в предоставлении взяток с целью заключения сделки. Стремясь расширить свое военное присутствие в Африке, О.А.Э. заключили контракт на 336 миллионов долларов и сроком на 30 лет с властями полуне зависимого региона Пунтленд. Соглашение дает право на развитие и управление стратегическим портом Басасо. О.А.Э. также вспомнили о большом значении сомалийского порта Бербера, ключа к Красному морю и крупного транспортного узла Восточной Африки, после того как утратили контроль над ним, а также после того как Бензаид поддержал сомалийских сепаратистов, что привело к укреплению властей Пунтленда. Абудаби продолжает играть со взрослыми и оказывает военную поддержку ливийской национальной армии во главе с генералом Халифа и Хафтаром. Кроме того, вызвало гнев со стороны Турции то, что в прошлом году О.А.Э. открыли посольство на Кипре и начали участвовать в военных учениях с Грецией и Израилем. С ускорением расширения присутствия Эмиратов наблюдатели задаются вопросом, намерены ли власти страны добиваться влияния на уровни региона. И выражают озабоченность по поводу связанных с этим рисков и возможностью столкновения с крупными силами, которые присутствуют в Красном море. Так, на его западном берегу свои базы имеют Израиль, Франция и Соединенные Штаты, Китай строят порт у Джабути, а иранцы планируют построить военно-морские базы на Именском побережье, которое контролируют местные повстанцы. Между Эмиратом Бензаида и Спарты есть несколько причин, по которым сравнение между О.А.Э. и Спартой может считаться необоснованным. Так, многие на Западе знают о Спарте лишь благодаря фильму «300 спартанцев», в то время как О.А.Э. как внутри страны, так и за рубежом завоевали репутацию прагматичного игрока. Сравнивая обе стороны, нужно отметить, что согласно историческим данным, воины Спарты замедлили продвижение Персидской империи. Напротив, государство, чьи острова оккупированы иранцами, повышает уровень своего вмешательства за пределами границ с целью установления контроля, а не освобождения или восстановления утраченной легитимности. В то время как О.А.Э. сосредоточены на Бап-эль-Мандепском проливе, Иран контролирует соседний Армузский пролив. О.А.Э. вторгаются на чужие острова, пока их собственные с 1971 года остаются под контролем Ирана, и по мере расширения своего военного присутствия в Индийском океане попадают в зону действия иранских баллистических ракет. В то же время очевидной кажется разница между древним городом-государством, славящимся своими храбрыми воинами и построившим маленькую империю на своих плечах, и страной, опирающейся на наемников. Так, известно, что власти О.А.Э. активно заключают контракты с частными компаниями в сфере безопасности, имеющими плохую репутацию, набирая таким образом солдат в ряды своих сил. Несмотря на образ, созданный многими историками XIX века в отношении государства, которое было бастионом западной цивилизации и западных ценностей, некоторые историки считают, что военная дисциплина, поддерживаемая в Спарте, была создана обществом, всегда готовым угнетать свой народ. Древняя Спарта была мрачным местом, большую часть ее населения составляли рабы, вследствие чего в городе царил страх перед их восстанием, и большую часть времени власти посвящали подавлению этих восстаний и устрашению порабощенных жителей. В О.А.Э. проживает одно из крупнейших сообществ трудовых мигрантов в мире, причем доля граждан государства составляет не более 10% от общей численности населения. Несмотря на это благодаря гражданству они пользуются множеством привилегий, и этот вопрос тщательно регламентирован. Правозащитные организации регулярно сообщают о несправедливой политике в отношении трудящихся мигрантов и даже местных работников, с которой они сталкиваются в богатых странах Персидского залива. Так, к примеру, система спонсорства привязывает иностранных рабочих к своим работодателям в такой степени, что они работают в условиях, подобных рабству, что не сильно отличается от ситуации в древнегреческом городе, которая в конечном итоге привела к восстанию рабов. В конце концов город-государство Спарта сохранил свою независимость от Афинской империи ценой кровавых войн. Обогащение государства и расширение его влияния на соседние греческие города были прямым следствием нескольких войн за тот период, которые, тем не менее, в конечном итоге привели к его упадку. Какова же судьба сегодняшней новой Спарты?